Сейчас мы собираемся, наверное, в автозак с детьми. С маленькими детьми в автозак планируют. Мы же не можем, да. Как мы-то сто тысяч написали, сто тысяч писем. Последний раз, верните, пожалуйста, в автозак. С детьми. Ну вы же можете, вы же можете позвонить и сказать. Почему можете? Пожалуйста. Вам на колени нужно всем стоять? Давайте на колени. Давайте встанем на колени. Давайте. Вот мы просим вас, чтобы вы вызвали нам министра обороны. Давайте. Без плакать, без толком. Если бы нас не слышали. Ну сил, правда, уже нет. Почему наши мужчины должны воевать? У нас мальчики там молодые и юные гибнут. 20 лет, 25 лет. Мы каждый день в чатах скидываемся. Слышите ребенка, видите? Вот я родила, через три месяца у меня забрали мужик. А на папу не видела. И таких у нас много. Вот мамку забрали. У нас в каждой роте осталось по четыре парня. По четыре. Они устали. Они едут живые. Они все ранены по три-четыре раза. И за брак отправляют потом на берег. А за что мы же говорим? За что? Они же не проклятые. Почему именно их? Надо менять. Почему вот молодой человек абсолютно... Да, ну и жуткие, ребята. Давайте, подняйте. Единственного вида не может заменеть. Да, тоже защищайте родину. Он улыбается. Почему бы нет, ребят? Так и вы наши должны отменить. Что вам страшно? Ну да. Молодые, главное, стоят, а 50 лет слушат. Нормально? Мы за нами поехали. За нами выпал автозак. Вот, сейчас поедем. Сейчас пришел генерал-полковник Борисенко, АА. Внутри нас не запустили, как нам обещали. Начал предлагать решать вопросы по социальному обеспечению. Сказал, что у нас вообще-то война, вся страна воюет. Наши парни будут до конца СВО. Мы пришли сюда требовать встречу с министром, с уполномоченным. тем, кто вернет нам наших мужей. А еще он нас опинил в раскачиваемой водке. Он сказал, что мы и имеем право называться гражданами России.